Несколько веков в гаремах османских султанов и шахзаде, их сыновей, были исключительно невольницы. Несчастные рабыни, которых придворные евнухи покупали на невольничьих рынках и на закрытых торгах. Покупали девушек еще совсем юными, нередко это были девочки, даже еще не достигшие половой зрелости. Их брали в гарем и в течение нескольких лет обучали этикету, Корану, нескольким видам искусства, перед тем, как представить султану или шахзаде. Но люди не вечны, и султаны в том числе. Какова была судьба невольниц, когда их господин уходил в мир иной? Неужели их опять возвращали на невольничий рынок? Стоит оговориться, что только совсем незначительная часть девушек, готовившихся на роль одолисок, оставались в гареме на всю жизнь, даже при живом султане. Для потенциальных наложниц был строго оговорен срок пребывания в гареме – 9 лет. По прошествии этого времени, если они не подарили султану ребенка и не оказались в роли его фаворитки, их выдавали замуж. Девушек, которые даже побывали в покоях повелителя, с удовольствием брали замуж разные чиновники – Беллер-Беи, Санджак-Беи, Визири и так далее. К слову, многие османские чиновники тоже попали в Османскую империю как рабы и невольники, но сумели возвыситься благодаря тяге к науке, верности султану, а, возможно, и денежным связям. В Османской империи, как и везде, процветала коррупция. Но вернемся к девушкам. В Османских гаремах в основном были невольницы с Кавказа и из балканских стран, и они были близки по духу многим государственным мужам, таким же бывшим рабам. По некоторым источникам, таким образом, были выданы замуж Айя-Хатун, родившая Шихзаде Мехмеду, сыну султана Сулеймана, дочь, и Футуха-Бегим, по некоторым данным, родившая Шихзаде Мустафе, сыну Сулеймана, сына и дочь. После того, как Мехмед умер, а Мустафа был казнен, этих девушек выдали замуж. Притом мнение самих наложниц мало кого интересовало. Была у султана Мустафы второго наложница, родившая ему шестерых детей. Правда, в живых из них осталась только одна дочь. Султан умер, а этой невольнице на то время было всего 18 лет. Она не хотела больше замуж. Организм был измучен многочисленными родами. Девушка умоляла нового султана оставить ее жить в старом двоце. Но он не послушал и выдал ее замуж за 80-летнего старика. Если султан Иль-Шихзаде умер, то тех женщин, которые уже были стары и не могли рожать детей, то есть не были востребованы как будущие жены, оставляли прислуживать во дворце Топ-Капы или в старом дворце. Из престарелых женщин умершего султана в Топ-Капы могла остаться только одна – мать нового султана, так называемая Валиде. Она управляла всеми женщинами во дворце, была материально обеспечена и имела большую власть.